На Рим в минувшие выходные обрушился аномальный снегопад. Снежный покров в городе местами достиг 4 сантиметров. У Брестским палацей культуры профсоюзов отбылся халоконцерт городского конкурса дитяшем остаткой творчести под названием «Золотый пелник». Аномальные снегопады в Риме, открытие американских ученых, редкое явление в храме Рамзеса II в Египте. Тексты на русском и белорусском языках абсолютно разные и нестандартные. Каждый из участников проекта, несмотря на волнение и свет софитов, за несколько минут должен был проявить себя в лучшем ракурсе, прочитать текст по суфлеру и своим талантом поразить строгое жюри. Волновались абсолютно все. Но это не проблема, потому что те люди, которые присутствуют и являются членами жюри, они это прекрасно понимают. И несмотря на волнение, рассмотреть в человеке потенциал всегда можно, и мы это делаем, потому что нам очень важно, как звучит голос, как человек выглядит в кадре, и самое главное, готов ли он развиваться. Главными критериями отбора для жюри были наличие харизмы и индивидуальности у претендентов, а для конкурсантов амплитуда эмоций и впечатлений достигала максимальных высот. Это было интересно, это творчество, это новая обстановка, новые люди, какие-то новые идеи, какой-то новый урок для себя, который наверняка понадобится в жизни. Очень приятно это все попробовать. Замечательные ведущие, замечательные организаторы. Нет вот этого вот скованности, страха, есть только положительные эмоции и радость, и такая эйфория после окончания. Каждый может занять свое место. Вот они все такие интересные, мне кажется, что большинство из них очень вписываются в эту картинку праздника для людей. Особенность, наверное, этого конкурса в том, что все те, кто пройдут отбор, они пройдут мастер-класс, они будут обучены всем АЗАМ тележурналистики, узнают телевизионную кухню изнутри, ну а победители, конечно же, получат супер-приз, можно так сказать, они станут ведущими лицами программы «Утренний эспрос». За два дня в кастинге поучаствовало 60 человек. Люди разного возраста и разных профессий. Среди них студенты, менеджеры, врачи, артисты и даже девушка-таксист. В первый тур прошло 30 участников. Их ждут мастер-классы, где они узнают некоторые тонкости тележурналистики. Дальше контрольные задания, практические испытания, работа в кадре. Самые способные пройдут в следующий тур. Поддержать конкурсантов своими голосами смогут и телезрители. Но поддержка, конечно, их будет нужна уже в тот момент, когда наши конкурсанты пройдут первый этап, соответственно, первые мастер-классы. Кому посчастливилось пройти в первый тур проекта, узнаете уже сегодня на нашем сайте. Также следите за эфирами. Выбирайте новых ведущих «Утренний эспрессо» вместе с нами.